Здравствуйте! В эфире Медиаклуб, городской телевизионный проект, который создаем мы, ростовские школьники. Наравне с профессиональными журналистами мы работаем на городских мероприятиях, знаем, что такое лайф, синхрон и стендап. И за несколько секунд умеем приводить штатив в боевое положение. Особенно хорошо резать звуковые дорожки и задавать каверзные вопросы удается корреспондентам агентства школьных новостей. Передаю им слово. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Вас приветствует информационная служба школьных новостей и я ее ведущая Юлия Чубарова. Юные корреспонденты в свободное от урока время взялись за микрофоны и видеокамеры. А все для того, чтобы рассказать вам о самых ярких событиях из школьной жизни. Не только умные, но и самые красивые. Среди участниц ежегодного конкурса старшеклассниц Ростовчанка в этом году оказались кандидаты в мастера спорта, солистки певческих и танцевальных ансамблей, а также призеры Олимпиад. В финал прошли 8 школьниц и все они учатся на отлично и обладают талантами в разных сферах. Кому же досталась победа? Узнаем из следующего сюжета. Здравствуйте, дорогие друзья! В Ростове-на-Дону прошел городской конкурс «Ростовчанка-2017». В нем приняли участие 8 замечательных девушек из каждого района Ростова, которые прошли отборочный этап и вышли в финал. Подготовка к конкурсу проходила на протяжении нескольких месяцев. В этом году первый раз состоялся заочный этап конкурса, в котором девушки продемонстрировали свою креативность в создании блюд и сервировке стола. Ростовчанка-2017 началась с конкурса «Мой первый бал», где зрители и жюри наблюдали чудесный вальс. Девушки были в остепительных белых платьях, а их партнеры по танцу во фраках. Следующим этапом конкурса был видеопроект «Мой будущий Ростов». Здесь девушки представляли свои визитки. Неотъемлемым критерием выступления конкурсантов были гражданская позиция, социальная активность, интеллект, показать свои умения, стремление в жизнь. Заключительным этапом был творческий номер, где можно было оценить артистичность конкурсантов. Девушки читали стихи, пели песни, танцевали. Впечатлением о конкурсе поделился председатель жюри, заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Виктор Алексеевич Бережной. Каждая конкурсантка стала победительницей своей номинации. Абсолютной победительницей конкурса стала Величка Анна, ученица 10 класса, Ворошиловский район. Теперь она может гордо носить звание «Ростовчанка-2017». Анна Величка, победительница конкурса средиставших власти города Ростова-на-Дону, Ростовчанка Анна Величка! Построить дом и подарить его птицам. Сотни школьников приняли участие в акции ростовского зоопарка. Она была приурочена ко Всемирному дню пернатых. И все это в рамках проекта «Живая книга». Раскроем ее вместе с нашими корреспондентами. Для большинства людей не секрет, что 2017 год в России является годом экологии. Управление образования Ростова-на-Дону в рамках социального партнерства с Ростовским зоопарком создало научно-исследовательский проект «Живая книга». Уважаемые участники образовательного процесса, Ростовский на Дону зоопарк совместно с Управлением образования города Ростова-на-Дону разработал учебно-исследовательский проект «Живая книга», который поможет участников сформировать систему научных знаний о живой природе и закономерности в ее развитии. Человек постоянно взаимодействует с окружающей средой, и ее значение в жизни человека велико и неоспоримо. Поэтому наши дети должны любить и уважительно относиться к природе, к животным, растениям. А помочь им в этом обязаны мы. Управление образования совместно с Ростовским зоопарком разработало проект, который называется «Живая книга». Этот проект подразумевает общение и контакт наших школьников с работниками зоопарка, получение новой информации о животных, участие в различных проектах, конкурсах и акциях. Уже на протяжении месяца в рамках данного проекта в Ростовском зоопарке и образовательных учреждениях города проходят различные вебинары и познавательные программы. Все желающие могут задать любые вопросы, на которые ведущие мероприятия с удовольствием ответят в доступной для любого возраста форме. Благодаря информационно-аналитическому центру образования города Ростова-на-Дону, который обеспечил возможность трансляции в прямом эфире, наибольшее количество желающих смогли поучаствовать в мероприятиях. Мы хотим просвещать школьников, чтобы они знали, что нужно заботиться об экологии, как животные живут в зоопарке, потому что большинство людей относится к зоопарку именно как к развлекательному учреждению. В этот проект входят как вебинары, когда мы рассказываем о животных. А вебинары, они немножко так рождаются у нас по ходу, то есть в зависимости от вопросов, которые нам задают. Мы очень любим вопросы и очень любим на них отвечать. Самый конкурс такой, более объемный, это был подарить птицам дом. Это был районный конкурс совместно с управлением образования. Этот конкурс включал в себя то, что каждая школа, пока в нем поучаствует, у них был определенный отбор у каждой школы и у каждого района. Нам принесли очень много скворечников, мы даже не рассчитывали на такое огромное количество. Такое Паганелю герою Жуля Верна даже и не снилось. 945 школьников и тысяча представленных исследовательских работ. И все это 42-я научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей имени Жданова. Приятно осознавать, что столько ребят находят время помимо уроков и подготовки к ЕГЭ заниматься собственными проектами по экологии, истории, химии, физике. Причем тут дети Капитана Гранта, спросите вы. И вот, прямо сейчас узнаете из специального репортажа. Музыка О, я вижу конфестора Паганеля с точком. Господин Паганель, куда вы пропали? Пилот, прошу простить меня, но я изучаю местную форму и пауру. Вот так, совсем необычно, начинается 42-я научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей. Смею вас заметить, этого просто не может быть. Это фантастика. Фантастика! Очнитесь, сэр, это реально! Мы еще вернемся с вами в этот зал, а сейчас расскажем вам, что происходило за полчаса до начала. Музыка Сегодня здесь, на торжественном заседании открытия научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей, мы представляем зерноградский филиал ДНЮИ. В этом году нашему филиалу исполняется 10 лет. Мы с вами, коллеги, занимаемся в одном объединении, и вот в нашей студии такая разнообразная кипит деятельность. Вот расскажите, пожалуйста, чем же вы сегодня будете заниматься, и чем ваша деятельность отличается от нашей привычной? В первую очередь масштабом мероприятия, потому что сегодня очень много людей, очень ответственное мероприятие, и нам нужно показать себя на все сто. При этом хочется дополнить, что конференцию ДНЮИ мы еще ни разу не вели, хотя мы в ней участвуем уже третий раз. Никита участвует в конференции первый раз. Здесь огромную роль, конечно, играют и ученые многих вузов нашего города, которые тоже выращивают свою достойную смену. Всем желаю счастья, удачи и, конечно, успехов. Оправдались ли ваши ожидания во всех конференциях? Конечно, оправдались, безусловно, потому что те школьники, которые принимают участие в нашей секции, секции медицины, затем успешно поступают в наш медицинский университет и показывают именно там уже те знания, которые они заложили здесь, в школе юной медики, в клубе юной медики. Да, оправдывают. В этом году исполняется 20 лет секции жизнетворчества Шолохова. Можно сказать, что за прошедшие 20 лет повысился научный уровень исследований, и выпускники школ, лицеев, колледжей оправдывают наши ожидания. Совершенствование работы идет невероятно хорошими темпами, и поэтому некоторые из докладов представляют из себя исследовательские такие навыки, и это радует. А сейчас мы с вами возвращаемся в зал, где продолжается праздник открытия 42-й научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей. Я хочу пожелать вам успешного участия в конференции, новых творческих находок, и большого-большого счастья и удовольствия от того, что вы занимаетесь научной работой. Донской академии наук юных исследований, Ее ученики неоднократно являлись победителями конкурсов, призерами олимпиад, фестивалей, в том числе международного уровня. И вот не так давно историк экономического лицея номер 14 Елена Михайловна Чернышева удостоена высокого звания. Лучший учитель года 2017. О победителе муниципального конкурса в следующем материале. Чернышева Елена Михайловна! Елена Чернышева учитель года 2017. В главной номинации муниципального этапа конкурса она оказалась абсолютным победителем. В родном экономическом лицее номер 14 Елена Станиславовна преподает историю и общество знания. Лучший нашел Елена Михайловна, родилась в городе Ростове-на-Дону. Здесь я училась в 73-й школе. Потом поступила в Ростовский-на-Дону государственный факультет на исторических факультетах. И уже многие годы работаю учителем истории в разных школах. В этом лице уже 10 лет. Очень люблю детей. С детства мечтала быть учителем. В моей семье много учителей. Поэтому проблема выбора будущей профессии для меня никогда не была. Честно говоря, я даже не помню, как прошел мой первый урок в школе. Это было достаточно давно. И, наверное, эмоции так меня захлестывали, что в память этот день, к сожалению, не сохранился. Я прочитала большое количество методической литературы. Посмотрела выступления конкурсантов разных лет. Я посмотрела, какие будут конкурсные задания. И только потом решилась, отважилась поучаствовать в этом конкурсе. Очень тяжело, конечно, было совмещать и работу в школе, и подготовку к конкурсу. Потому что подготовка требовала от меня максимального напряжения сил, огромного количества времени для качественного подготовки разных заданий. Поэтому мне было очень тяжело совмещать и работу, и подготовку. Мне было очень приятно. Я была очень горда сама собой, довольна своими результатами и успехами. У меня, конечно, чувство благодарности к тем людям, которые меня поддержали, помогли мне занять это место. Первое, очень переполняли. И было очень благодарно, что поверили в меня. И мы вот сработали, я думаю, все же командой. Елена Михайловна Тернашова работает в нашем лицее более 10 лет. И за это время она зарекомендовала себе как высококвалифицированный специалист. Ее любят дети, ее любят родители и педагоги. Ее уроки все наполнены глубочайшим смыслом и огромной заинтересованностью. Она очень хочет передать детям свое видение мира, свое понимание и, конечно, глубокие прочные знания. И добивается она этого очень часто игровыми способами, легкими, приятными, незаметными детям. За это мы все ее очень любим и очень рады, что она победила на конкурсе «Учитель года». Она этого очень достойна. Мне, конечно, очень нравится история. На самом деле, еще на самом деле, история наш классный руководитель. И, ну, она так интересно рассказывает нам, на самом деле, и иногда с нами подшучивает. Может, как-то... Елена Михайловна довольно-таки неплохой учитель. Она очень увлекательно проводит уроки. На каждом уроке постоянно проходят эстафеты, конкурсы и различные мероприятия. Я люблю Елену Михайловну. А знаете ли вы, что слово «школа» имеет греческое происхождение и означает «досуг»? Надеемся, ваш досуг мы немного скрасили. До встречи в следующих выпусках «Школьных новостей». По форме – игра, по содержанию – искусство, а по трудности овладения – наука. И все это о шахматах. Об интересных исторических фактах, загадках, личностях из мира игры королей узнайте от Сергея Григорияна. Век играй, век теории изучай. Этим мы и займемся. С вами Сергей Григориянс, ведущий программы «Ох, ушейте шахматы». Здравствуйте! А начнем мы с познавательных фактов в рубрике «Знаете ли вы?». Гарри Каспаров однажды сказал, что шахматы – это муки разума. Именно поэтому кто-то решил объединить шахматы с физическими испытаниями, создав шахбокс. Голландский художник Ипи Руберг стал родоначальником шахбокса, после того, как придумал сочетать шахматы и бокс в одной игре-комиксе. В шахбоксе чередуются раунды шахмат и бокса, и ее девизом является – сражения происходят на ринге, а войны ведутся на доске. Шахбокс приобретает все большую популярность и находится под управлением Всемирной организации шахбокса. Шахматная фигура ферзь или королева претерпела множество изменений за всю историю шахмат. Начиналось все с того, что она могла ходить только по одной клетке по диагонали. Дальнейшим она передвигалась на два поля, а потом все дальше, как конь. Теперь же эта фигура может двигаться как по диагонали, так и по горизонтали и по вертикали. Сначала она была советником или премьер-министром короля, но в дальнейшем ферзь стал самой сильной фигурой в шахматах. Шахматы вслепую – это вариант игры, при которой игрок делает все ходы, не глядя на шахматную доску. Как правило, в игре присутствует посредник, который перемещает фигуры. Шахматы вслепую являются впечатляющей способностью, которой обладают многие сильнейшие игроки в шахматы. Одним из рекордсменов в шахматах вслепую стал венгерский шахматист Янош Флэш. Он сыграл с 52 противниками одновременно, с завязанными глазами, и выиграл 32 игры. Психологи часто упоминают шахматы как эффективный способ улучшить свою память и тренировать логическое мышление. Неудивительно, что игру стали рекомендовать как профилактику болезни Альцгеймера. Что ж, самое время заняться своим оздоровлением. А поможет нам в этом опытный шахматист. Здравствуйте. В шахматах, как и в жизни, бывают драматические события. Посмотрим на эту позицию. Белый король Х1, черный король Ф3, черный Ф3. В этой позиции, если ход белых, белому королю пад, черные добились ничьей, а должны были выиграть эту партию. Чтобы выиграть партию, очевидно, ферзь должен стоять либо на поле Ж4, либо на поле Е2. И тогда у короля появляется возможность сделать один ход. Король Ж1 в этой ситуации и ФЖ2 мат. Как же достичь, когда фигуры стоят в центре доски? В центре доски. Итак, белые короли Ф3, черные короли С6, ферзь Д6. Постараемся ферзем ограничить подвижность белого короля. То есть выиграем без шаха. Ферзь Е5, ну король, скажем, Ж2. Ферзь Ф4, король Х1. И заскочили на предпоследнюю вертикаль и четвертую клетку от горизонтали, на которой стоит белый король. И теперь у белого короля только игра идет. Король Х2, Х1. И очевидно, король Х2, король черных приближается. Король Х1 белая играет, король приближается. Король Х2, король черных играет Ф3. И ферзь Ж2 мат. Мы показали сейчас, как ферзем и королем ставится мат. Итак, подведем итог. Белого короля надо оттеснить на крайнюю горизонталь или крайнюю вертикаль. Ферзем надо расположиться на четвертой клетке от крайней горизонтали или крайней вертикали на предпоследней. И королем тогда двигаться на помощь ферзю. И достигается мат. На этом мы говорим до свидания. На следующем занятии мы с вами рассмотрим один из методов постановки мата ладью и королем, одинокому королю, применяя считалочку наподобие той, как считают, любят, не любят на ромашке. Желаю успехов! Интересный факт. Шахматы условно разделены на мужские и женские. Условно, потому что женщины могут участвовать в мужских турнирах, а мужчины в женских нет. Вот такое гендерное неравноправие. Мы поговорили об этом и не только с нашей гостей. У нас в гостях юная, но опытная шахматистка Екатерина Тащилкина. Многократный призер различных шахматных турниров, конкурсов и обладательница гран-при. Совсем недавно Катя стала победителем международного школьного шахматного союза среди девочек до 11 лет. Она получила право участвовать в первенстве Европы. Привет, Катя! Здравствуйте! В 5 лет ты начала заниматься шахматами. Расскажи немножко, как это вообще было и кто тебя научил? Научилась я сама. Я играла в бабушкин телефон и в бабушкином телефоне нашла шахматы. И там я повторяла за компьютером. Повторяла, повторяла и научилась играть в шахматы. Потом бабушка и мама это увидели и решили отдать меня в шахматный клуб. То есть это было все-таки желание больше родителей, да, не тебе на это с подвиги? Нет, это мое желание больше было. Так, а чем ты еще увлекаешься, вот кроме шахмат? Девочки в твоем возрасте любят, например, танцы, гимнастику? Я увлекаюсь также танцами. Я люблю рисовать. А как давно ты занимаешься танцами? Я занимаюсь танцами с 7 лет. А какими видами танцев ты занимаешься? Я занимаюсь танцами бальными и эстрадными. А где ты выступала? Я выступала только в Ростове-на-Дону, ну в разных местах. Получала призы за свои выступления? Да, конечно. А вот ты так уверенно держишься на камеру, ты уже работала когда-нибудь с ней? Да, я выступала в Яралаше, там у нас был этюд, неудачники, и я уже работала с камерой. А где можно накинуть этот этюд? Этюд можно найти в социальных сетях ВКонтакте. У нас есть возможность посмотреть кусочек этого видео. Мы начали учиться музыке. Вот моя маленькая скрипка. Родители заставляют заниматься бесконечно. Закончим музыкалку и забудем, как страшный сон. Мой пейзаж занял первое место на выставке. Родители выбросили краски и мольберт. Сказали, чтобы я учила математику и стала бухгалтером. Я записался в танцевальный кружок. С моей подругой Мариной мы самая красивая пара. Папа сказал ему, что танцы – это не мужское занятие. Он ходит теперь в секцию бокса. Я уже в четвертый раз выигрываю в шахматном турнире. Родители безумно гордятся мной. Вчера проиграла шахматный турнир. Родители сказали, что разочарованы. И она ни на что не способна. Она больше не будет играть в шахматы. Никогда. Ура! Мы учимся со второй смены. Я сова. И вечером мне намного проще думается. Родители заставляют вставать ей в 7 утра, чтобы не отвыкнуть. И весь день она просто хочет спать. Обожаю классическую музыку. Витховен вдохновляет меня. А Моцарт успокаивает. Мама с папой сказали, что она странная. И купили ей диск с рэпом. Приходится делать вид, что ей нравится. И она такая же, как и все. Собираю журналы о моде. Мне нравится сочетать одежду и выглядеть элегантно. Хочу стать дизайнером. Папа выбросил все журналы о моде. И сказал, что рано думать о шмотках. Моя подруга Ася из бедной семьи. Но она замчательный друг. И не раз меня выручала. Ее мама запретила приглашать Асю в гости. Боится, что она может что-то украсть. Или испортить их репутацию. Я обожаю литературу. Но мне очень плохо дается математика. Но в этой четверти у меня четверка. Горжусь собой. Родители говорят, что математика важнее запрещают читать книги. Теперь я только и делаю, что решаю премьеру. Наша команда заняла первое место в полуфинале. Приглашу-ка я своих родителей на финальную игру. Да, они выиграли. Но родителей не было. Они сказали, что футбол им совсем не интересен. Чему тебя научила эта телевизионная студия? Она меня научила работать с камерой. Не бояться, не волноваться. Потом мы изучали много чего. Нас учили правильно падать. Ну, как в кино. Правильно смеяться, говорить. В общем, актерская мастерство по полной программе у тебя была. Да, это актерская мастерство. А как часто это заходило? Три раза в неделю. С кем ты занималась из педагогов? Это... Я занималась... У меня было очень много педагогов. Я всех их не запомнила. Есть такое мнение, что девочки-шахматистки играют хуже мальчиков. Как ты считаешь, это правда? Не совсем. Это смотря с кем сравнивать. И есть... Есть женщины слабее мужчин, а есть сильнее. То есть разных уровней, да? Да. Хорошо. А вот ты сама часто с мальчиками играешь? Да, очень. У тебя много времени шахматы занимают? Да. Шахматы – это мое основное занятие. И я освещаю шахматам очень много времени. А бывает такое, что приходится вот из-за соревнований прогуливать уроки, например? Да, это очень часто у меня получается. А как к этому относятся учителя твои? Не очень хорошо. Конечно, отпускают. Ну... В целом, такое отрицательное у них отношение. Ага. А чему тебя научили шахматы? Какие, может быть, качества, которые тебе понадобились в жизни? Шахматы меня научили многому. Я научилась принимать решения, обдумывать свои планы. Ну, в принципе, как и в шахматах. Ага. А есть у тебя какие-то шахматисты-кумиры, которые тебя восхищают? Да, мне нравится Магнус Карлсон, действующий чемпион мира. Александр Алехин, четвертый чемпион мира по шахматам. А чем они тебя привлекают? Какими-то качествами, может быть? Меня они привлекают с их стиль игры. Мне очень нравится их стиль игры. Хотелы на них равняться, наверное, да? Как ты лично настраиваешься на поединок шахматный? Ну, мне нужно прийти раньше, чем соперник. Я должна прийти первый. То есть подготовиться заранее, да? Да, подготовиться заранее. Первый – записать свою фамилию в бланке, записать его фамилию. Поставить водичку на стол. А можешь вспомнить свой какой-то самый яркий поединок, в котором ты принимал участие? Я играла на первенстве области, первенство области, Ростовская область. Там я играла с Черепановой и Витой. У меня не было фигуры. Но потом я провела очень хитрую комбинацию и выиграла. Сколько приблизительно часов в день, на твой взгляд, дети должны уделять шахматам, чтобы преуспеть в этом деле? Пять-шесть часов. А нужно, например, шахмат еще чем-то заниматься, чтобы развивать свое мышление? Например, решать математические задачки? Ну, не знаю. Лучше решать шахматные задачи, чем математические. Сколько примерно комплектов шахматных досок и фигур у тебя есть? Пять-шесть, а может быть, семь. И ты все с собой возишь? Нет, я вожу или два, или три комплекта. Ты, Катя, родом из Ростова, да? Да. У тебя есть какие-то любимые места в городе? Это наш парк «Сказка». И все, да? Да, это моя самая любимая место. А вот мне всегда было интересно, какие произведения любят читать шахматисты, какие книжки. Можешь назвать лично свою любимую книгу? Мне нравится книга «Кресси де Куэлл. Как плюрчить дракона». Это фэнтези книга, да? Да. Спасибо, Катя, за беседу. Желаю тебе побед. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы общались, возможно, с будущим гроссмейстером, шахматисткой из Ростова Екатериной Точилкиной. Что появилось раньше? Шашки или шахматы? Оказывается, шашки. Умение играть в шашки было важной составляющей рыцарского воспитания. Времена меняются, но загадок меньше не становится. Попробуем разгадать несколько из них вместе с вами в нашей следующей рубрике «Шахматные загадки». Какая фигура всегда остается на доске до конца игры? А. Ферзь. Б. Король. В. Пешка. Правильный ответ – король. Король всегда остается на доске до конца игры. Как называются самые крупные шахматные соревнования на планете? А. Турнир. Б. Соревнования. В. Олимпиада. Правильный ответ – В. Олимпиада. Самые крупные шахматные соревнования на планете называются Олимпиадой. Как называется система записи шахматной партии? А. Нотная грамота. Б. Нотация. В. Шифровка. Правильный ответ – В. Нотация. Система записи шахматной партии называется нотацией. Если игра идет по переписке, то такая запись называется цифровой нотацией. Пешки от испуга скушали друг друга. Или вот еще – не в пешках счастье. Вообще, шахматный фольклор весьма богат пословицами и поговорками. Но эта тема уже другой нашей программы. А на сегодня партия окончена. До свидания. Двери медиаклуба открыты. Мы приглашаем в свои ряды телевизионных юнкоров всех школьников Ростова. Ждем ваших идей, а также предложений. И до встречи.